На причале Химки оживлённо. Детский смех и фото на память. И вот семьи тех, кто служит в зоне специальной военной операции, заходят на борт теплохода «Союз». Впереди увлекательная речная прогулка. Елена Шишмакова знает, о чём говорит. Её сын уже два года как вдали от родного дома. Она вспоминает, когда Дмитрию вручили повестку, парень воспринял это хладнокровно, чего нельзя сказать о матери. Нечастые звонки из зоны СВО и сообщения в соцсетях помогают справляться с волнением за сына. Недавно Дмитрий позвонил и сообщил, что его наградили орденом мужества. А так, когда с головой подходишь к своему внутреннему состоянию, то есть чувство гордости, есть, знаете, какая-то уверенность, что всё будет хорошо, что он под защитой. Зато я теперь горжусь сыном. Вот, он мне молодец, он герой. А для Марии Толстого и её троих детей героем является супруг Виталий. Чё бы ты хотела бы сказать? Я сейчас просим. Ну, вообще... Я старевлю его. Не очень частое общение с мужем, конечно, удручает, говорит Мария. Как для неё, так и для Елены Шишмаковой встречи, подобные этой, крайне необходимы. Именно здесь они могут пообщаться и поделиться своими эмоциями. Мы всегда неоднократно говорили, что важное здесь не то, что именно происходит, да, не важно, это прогулка или это какая-то встреча на природе. Здесь самое важное – это то, что люди встречаются, им дают повод, и они могут вместе не только время провести друг друга, поддержать, просто не быть одинокими, но и также помочь в решении очень многих вопросов. Речная прогулка продолжалась два часа. Наслаждались достопримечательностями 80 семей военнослужащих. Причём только речными круизами общение жен, матерей и детей участников СВО не ограничится. Для них проводят тематические встречи, мастер-классы и другие мероприятия. Олег Тюрин, Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ. Новости.